Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы новости РЕН-ТВ Саратов. Сегодня нашему городу исполняется 425 лет и в череде праздников, а их запланировано несколько сотен, я остановлюсь на установке мемориальной доски Михаила Булгакову. Ее открыли сегодня на Доме профсоюзов, приурочили и к Дню города, и к Году литературы. Место выбрали не случайно. Писатель некоторое время жил в этом здании, и, как предполагают историки, возможно, здесь и начал писать свой знаменитый роман «Мастер и Маргарита». Так ли это? О годах жизни в Саратове Булгакова и о неизвестных страницах биографии писателя мы поговорим с Гарпенко Мехковой Ириной Яковлевной, хранителем архива «Булгаковеда» Бориса Сергеевича Мехкова, сотрудником музея театра «Булгаковский дом» и просто замечательным человеком. Здравствуйте, Ирина Яковлевна, рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте, я тоже рада приветствовать всех, тех, кто смотрит ваше великолепное телевидение и вообще всех жителей Саратова. Ирина Яковлевна Гарпенко Мехкова, педагог-психолог, сурдопереводчик, журналист. Является хранителем архива «Булгаковеда» Бориса Сергеевича Мехкова. В настоящее время руководит научно-методическим отделом Московского музея театра «Булгаковский дом». Куратор проекта «Россия» Михаила Булгакова. С какой миссией вы прибыли в наш замечательный город? С миссией Волунда. Да, только вот видите, у меня несколько другой вид. Ну, не пугайтесь, вас еще ждут сюрпризы. И у меня свита, в отличие от Волунда, у меня свита – это книги. И ваше воображение. Тогда давайте поговорим поподробнее о вашей профессии. Что это «Булгаковед»? Это хобби, это стиль жизни, это профессия. Что это для вас, как вы к этому пришли и почему? Отличный вопрос. Я не «Булгаковед», я «сталкер». Первая профессия – у меня психоневролог. Я сурдопедагог. Я работала с аутистами, со слепоглухими, умственно отсталыми, ЗПР. У меня свои четыре книги, фильмы. Я работала по глобальной психологии, по театру арта Морена, режиссура. У меня еще журналистское образование. Я корреспондент Гудка с 1979 по 1989 год. Ну и я, Господь сказал, что маловато будет, маловато. И он решил, что мне надо быть женой Бориса Мехкова. Вот он здесь, Борис Мехков. Царство Небесное, к сожалению, он 12 лет назад скончался. Моя миссия – хранение архива. Потому что после смерти Бориса Мехкова 150 ящиков архива. Я еще музеевед, я храню архив. И это меня сближает со всеми женами Булгакова, и с Татьяной Николаевной, и с Любовью Евгеньевной, и с Еленой Сергеевной. Поэтому, когда меня спрашивают, кто я, я не знаю. И поэтому я говорю, я сталкер. Почему Саратов? Михаил Афанасьевич связал свою судьбу, жизнь с Саратом. Вы знаете, случилось так, что в 1908 году приехала в Киев девочка, 16-летняя Тася Лапа, и Миша ему 17 лет, Тася 16 лет. Это май 1908 года. Сирень, акация, цветы, музыка, театр, Владимирская горка, опера, любовь. И оказалось, что это чувство было настолько серьезным, что Михаил Афанасьевич вот со своим характером победительным, как его называют, готовым отстаивать свое чувство, он вошел в семью Николая Николаевича Лапа. А Николай Николаевич Лапа, управляющий казначейской палатой города Саратова, Саратов останется в судьбе Михаила Афанасьевича Булгакова и как город своей первой любви. Именно Татьяна Николаевна. Второе, Тася. Это город, когда он приезжает уже мужем, они уже молодожены. И здесь их встречает Первая мировая война. Он здесь будет работать в госпитале, еще медбрат, не врач Булгак. То есть Саратов, получается, один из таких городов, очень важных на карте всей Булгаковской России. Это, разумеется, корневая система, о которой мы говорим о родословии Булгакова. Так вот, мама из-под Брянска, папа из Орла будут жить в Киеве, будет любовь его в Саратове, будет воевать во Владикавказе и приедет в Москву. Вот карта. И поэтому Саратов на карте Булгаковской жизни очень серьезная. А вы в первый раз в Саратове? Да. А что успели посетить? Ходили куда-нибудь? Я, разумеется, я приехала, я почувствовала воздух, другой воздух, но главное – Волга. Я видела Днепр, я переплывала Днепр, я переплывала Волгу, Ахтубу, там, у Астрахани, но здесь мост и Энгельс, то есть у меня просто… Я сразу вспомнила, мне подумалось об этих ребятах, о Тасе и Мише, которые там отдыхали летом, которые очень хотели быть вместе. У меня был изумительный экскурсовод, и мы прошли по вечернему Саратову. Я прошла в саду Липки, где они гуляли. Я была… Вот рядом была кондитерская, и об этой кондитерской писали, что там были пирожные. И, конечно, синематограф, но его сейчас нету. Но вот многое из воспоминаний Татьяны Николаевны осталось. И поэтому вчера, когда я в первый раз попала в ваш город, я очень давно хотела приехать в Саратов, подышать волжским городом и вспомнить семью Лапа, Татьяну Николаевну. Ну вот Господь привел меня. А давайте поговорим о вашей свите, как вы сказали, о ваших книгах. Что это за книги и почему они с вами? Ну, прекрасно. Я люблю говорить о книгах. Я не знаю, кто-то любит говорить. Я очень трудно переношу шоппинги, магазины с трудом. Мне бы казалось, что я там теряю всегда сознание. В книжных магазинах никогда такого не бывает. Мне кажется, наоборот, я прихожу к своим друзьям. Так вот, если начинать, то, наверное, мы начнем книгу «Родословие». Целая глава книги «Родословный» посвящена именно семье Лапа. Я с Татьяной Николаевной виделась в июне 1981 года. Мне тогда было 30, сейчас мне 64 года. Но память об этой женщине остается очень глубокой. Она действительно была бесконечно искренней, что встречается очень редко. Именно то, что она говорила. Я была женой писателя, то есть врача, а не была женой писателя. И она знала такие вещи, о которых, конечно, Михаил Афанасьевич не хотел, чтобы знали другие. Поэтому, расставаясь с ней в 1924 году уже в Москве, после 11 лет жизни он говорил «Никогда ничего обо мне не рассказывал». Книга, которая, вот видите, так почапана, такой вот трудовая Библия. Видавшая виды. Да, да, да. И написана литература из географии. Очень интересно, потому что у Булгакова было два предмета в гимназии отличных. Закон Божий и географии. Вот вам Булгаковский крест. Она для нас, для москвичей, она, в общем-то, Библия для экскурсоводов. То есть по ней готовятся экскурсии, материалы, это все проходит. Вот сейчас, прямо пока мы не перешли к следующей книге, вот как раз вы ее взяли, «Мастер Маргарита». Не могу не задать вопрос. Бытует мнение, что это, в общем, роман, который написан был практически автобиографический, то есть о его жизни, что якобы вот эта свита, это сотрудники НКВД, которые препятствовали ему жить и так далее. Вот разделяете ли вы это мнение? Разумеется, Булгаков прекрасно понимал, не уехав за границу, он понимал, что его ждет судьба многих талантливых писателей, и он мог разделить их участь. Но я потрясена тем, что он пишет в дневнике, и маме пишет письмо в числе погибших. Быть не желаю. Кто бы тебя спрашивал, хочешь ты быть погибшим? Нет, не желаю. И вот эта установка на то, что я не погибну, я никем иным, кроме как писателя, я быть не могу. Я приехал в Москву, чтобы остаться здесь навсегда. И вот начинается то, что с детства для него было характерно. Он играл в образы. Литература для него была уникальной возможностью воображения. Поэтому без пятого измерения мы с вами никуда не денемся. Хотим мы сотрудников НКВД? Будут. Что это там за шаги на лестнице? Это нас идут арестовывать. Ну-ну. И вот у Булгакова будут в его окружении много будет осведомителей. Кто выйдет в литературные образы? Алоизий, конечно, выйдет. Выйдет барон Майгель. Он мог брать этих героев. Он мог их изображать. И поэтому у нас наша любимая ЖКХ. Пожалуйста, тебе и Василиса, да, в Белой гвардии. Тебе и Портупея в Жойкиной квартире. Тебе и Швондер, да. Тебе и Никанор Басой. Остаются такими же. То есть способность диагностики. Очень серьезная у Булгакова. А давайте поговорим, знаете, о чем? Что сейчас изучают в школе из Булгакова? И как вы считаете, что бы вы включили в программу школьную? Я думаю, что сейчас очень важно читать и понимать Белую гвардию. Белую гвардию надо читать и понимать, как очень серьезный образ поэзии. Недаром Волошин назвал этот роман душою русской усобицы. Там есть изумительные места, которые отсылают нас к Льву Николаевичу Толстому. Гоголю есть юмор, есть и сатира, и есть трагедия. Очарование текста, азарт текста, кураж текста. Он сказывается даже в самых маленьких фильетонах. Самоцветный быт, Ванькин дурак, спиритический сеанс. Я хотела бы, чтобы наши друзья окунулись в удивительный калейдоскопический мир Булгакова. Его юмор, его потрясающие образы. И он даже говорил, тяжело больным. Он говорил, я хотел служить народу, за что меня гнали. И сказал, вспоминайте меня весело. Весело. Ирина Яковлевна, предлагаю вернуться к земным делам. К следующему дню рождения общественники предлагают переименовать улицу, на которой жил Михаил Афанасьевич, в честь его имени. Как вы считаете, насколько это мера необходима? Я всегда буду рада, когда, а может быть, у этой улицы было еще какое-то имя, Досак и Ванцетти. Вот в Булгаковском доме карта, которую Борис Сергеевич нарисовал, 1981 год, это 90-летие со дня. Там было по два названия. Тверская, улица Горького, улица Калинина, Арбат и вот все имена. Так вот, вопрос о переименовании, ну, я думаю, что он не в моей компетенции совершенно. Но я буду рада, если имя Михаила Афанасьевича, а может быть, Татьяна и Михаила Булгакова. Может быть, не одного Булгакова, может быть, Татьяны и Михаила Булгакова. Так вот, когда говоришь о памятнике, я влюбилась в Саратов, но я увидела его глазами Тасей и Миши. Мне хотелось бы, чтобы там была не просто памятная доска. Я видела и в Каменец-Подольске, и в Вязьме, и в Москве. Но когда появляется образ скульптурный, пусть это будет девочка и мальчик, пусть они будут те, которые верят в то, что они все-таки смогут по-своему каждый, ну, осуществить свою жизнь. Поэтому будет ли это улица Булгакова или это будет улица Татьяны и Михаила Булгаковых, может быть, это даже было бы хорошо, потому что они там были, в этом городе. Они – это город их любви, это город их юного замужества, мужества, ну, вот, молодоженства. Вот, и, может быть, это будет память другая. Ну, и раз уж вы затронули тему мемориальной доски, которая была открыта 12 сентября, были ли вы там? Я была, там я была в числе участников, и для меня это великое счастье, что я была среди этих людей. Вот, вот, вчера на конференции затагивался вопрос о неточностях в написании доски, и это не первый раз. На самом деле, очень важно относиться, ну, обсуждать и текст, и форму. И я сталкивалась с тем, что я вам говорила, доски разные, события одно и то же, но текст может быть преподнесен по-разному. Я хотела бы, чтобы пришли к согласию именно участники события. Для меня само событие бесконечно радостно, и я не хотела бы отстаивать ту или иную точку зрения и вносить дополнительный, ну, как бы огонь в какие-то распри. Нет, я считаю, что, может быть, пусть пройдет время, пусть те люди, которые сделали свой первый шаг, может быть, будут дальше, и тогда будут дополнения какие-то. Но то, что доска открыта, то, что память этой семьи не пропала, то, что Михаил Афанасьевич своим именем осветил судьбу и вашего города, и соединил с, ну, с картой волгоковедния мирового, то это великое счастье. Я поздравляю вас. Ирина Яковлевна, спасибо за фантастическую энергетику, которую вы привнесли в нашу студию, за интересный диалог. На этом мы с вами прощаемся. Приезжайте к нам в город еще раз. Спасибо. И в завершение нашей беседы хотелось бы от вас услышать пару теплых слов для наших зрителей и для оценителей творчества Михаила Афанасьевича. Я хотела бы сказать, что сегодня, то есть вот посещение города три дня в Саратове, для меня это очень серьезное напоминание о том, что в России нет провинции. В России нет провинции, в России есть великое племя людей, которое осуществляет на каждой на своем месте, ну, будем говорить, божью волю. Но Антон Павлович Чехов говорил по-другому. «Россия нужны подвижники, как солнце». Так вот, дорогие мои друзья, я хочу, чтобы незакатное солнце, радости, веры в себя и в то, что мы никогда не погибнем, зависит от нас, от каждого из вас здоровья, добра, света». Спасибо. Всего доброго. До новых встреч. Всего доброго. Ну что, друзья, верьте в себя. Я напоминаю, на вас в гостях была Ирина Яковлевна Горпенко-Мехкова. Всего доброго. До новых встреч.